смотрите какая будет программа здесь я пишу программу ввести ввести стороны прямоугольника если стороны равны он найти площадь рада получился квадрат если стороны стороны не равны найти площадь и напишу квадрата это типа как мы понимаем да не понимаешь квадрат это прямоугольник одно и то же но прямоугольник может быть квадратом квадрат прямоугольником не может значит если стороны не равны то находим периметр или прямоугольник это еще не все посмотрите мы значит посчитали до периметр или площадь если периметр а сейчас сделаем такую вещь так операторы есть у нас появляются да если периметр больше ста то давайте так периметр если периметр или площадь больше ста то вывести вывести числа давайте напишем от ста то полученного периметра до петя от 100 и дальше полученного периметра площади а то есть мы фори напишем с вами кстати фори да не от нуля вот будет от этого числа вот такая тема короче мы еще начнем писать а потом а если что чудо добавим потому что совершенно большая программа тоже будет может быть непонятно и так пишем сканер дальше числа которые мы сами вводим с клавиатуры мы должны сделать смотрите так вот и так стороны назовем а запятая б периметр назовем поеда периметр площадь на обычная спешит нас занята а из больших пойдет из большого на сами понятно что они разные но мне не хочется их смешивать так ссс напишем еще давайте так потом нам потребуется переменная ну и решили принципы указывать я еще кое-что хотелось сделать давайте до этого дойдем значит мы говорим введите стороны прямоугольника алгоритт какой да мы должны сначала что-то вести я буду копировать вот тут видите стороны прямоугольника стороны аму угольника да все мы вводим а введите стороны прямоугольник человек тык тык вел потом еще дайте что сделаем проверим он может быть его отрицательное число мы скажем ты не прав сейчас посмотрим как это сделать введите стороны прямоугольник мы его не сказали виде положительные запреты не поставили в полях в списках и так далее потом смотри что мы делаем мы должны или периметр посчитать да или площадь я думаю что можно сделать так интуитивно интуитивно я здесь ставлю нули потому что я так понимаю что мы может быть будем что-то выводить а друг надо будет что-то проверить да можно сбросить периметр и площадь нули поставить пишем если то есть ли стороны разные как нам проверить а не равно а б а так вот проверяется равно или не равно хотя можем и так здесь и так вот к сожалению если они равно извините, вот так, если а равно b, мы считаем так, что мы считаем если стороны равны, то найти площадь, то есть мы пишем сс равно то есть это квадрат, да а умножить на b скажите, а умножить на а будет тоже решением или нет, как вы думаете если стороны равны, иначе тоже будет решением, они же равны иначе смотрите, вот это я жму чисто, чтобы вам было визуально понятно обычно, когда одну строчку, нижний момент иначе точнее, уже не сс а п, периметр равно 2 умножить на а плюс 2 умножить на b вот мы и посчитаем вы не поверите, мы не знаем сейчас вот где мой курсор что он посчитал, периметр или площадь, не знаем, потому что откуда мы знаем, мы только что-то посчитали понимаете, перемены это разные теперь у нас вопрос вот не сказано выведена экран, правильно? но не сказано если бы нужно вывести на экран, я здесь выведу и здесь выведу или здесь и здесь а мне не сказано да, мне не известно в данный момент я не получил результата что мне сейчас проверять смотрите, очень важный момент я не знаю точнее, я знаю просто программа не знает нам сейчас нужно сс проверять или пп понимаете как? я почему нолики поставил сейчас вы поймете обратите внимание в данный момент мы должны проверить если периметр или площадь больше 100 тогда мы тут что-то там делаем но мы не знаем куда он вывел сюда или сюда пришел результат чтобы это понять мы делаем так смотрите если п смотрите не равно нулю вот эта запись мне дает понять что был рассчитан периметр понимаете? или если сс не равно нулю вот это вот благодаря вот этому флагу я и понимаю вот эту ситуацию иногда я могу по-другому сделать в данном случае это удобный вариант то полученный периметр или площадь что мы делаем написали то вывести числа от 100 и так далее тебя смотрите внимательно если периметр не равно нулю значит был рассчитан рассчитан периметр то тогда я что-то выполняю я опять же ставлю сейчас фигурные скобки но чисто чтобы так же вам привычнее было то я должен вывести числа видите от 100 а проверить еще смотрите два варианта если я прошу прощения давайте здесь сразу и поставим чтобы не нагромождать если п не равно нулю и п больше 100 вот так сделаем тогда мы выполняем такое действие мы хотим вывести числа от 100 до п то есть пишу for я вам говорю что запись int и более лаконична но не факт что надо его использовать и чему равно мы здесь пишем как вы думаете от 100 написано вывести числа от 100 значит я пишу 100 а меньше чего как вы думаете п потому что до п п например 150 получилось и плюс плюс все вот это как бы реализация настоящих алгоритмов вот я сейчас тоже фигурные скобки поставлю но потом я скажу что можно вообще было здесь скобки не ставить потому что в каждом операторе один оператор смотрите еще раз у нас если p не равно нулю то вы уже понимаете что мы здесь были смотрите вот здесь были вы также должны понять что вот эта конструкция ничего общего с этим не имеет поэтому я тут пару нажму чтобы вас не смущать это одна конструкция это другая конструкция это вот if не относится ни кельсу ни кифу ничего тоже это простой алгоритм для тех кто что-то уже умеет но для новичков тут немножко придется подумать смотрите итак если p не равно нулю и p больше 100 тогда мы запускаем цикл написано вывести числа от 100 до полученного периметра или площади то есть получается вот от 100 до периметра а так как до периметра словами подразумевать включительно до этого числа здесь я поставлю больше меньше или равно p чтобы сам периметр там 130 тоже я увидел на экране и вот теперь вывожу на экран числа смотрите я их выведу строчку выведу вот так смотрите перейду на новую строку здесь поставлю пробел 1 могу слэш поставить не знаю что хотим то я поставим потом ставлю процент d можно было и по другому так же сделать пока один вариант такой и здесь переменная и то есть переменная и сначала выведет 100 потом 101 потом 102 и так далее вот это мы обработали только одну вещь p а теперь вопрос а если p все-таки равен нулю поэтому здесь я могу написать просто иначе плохо будет смотрите поясню просто else это будет ошибка то есть у нас p может быть обработан p он 50 но он не больше 100 и он сюда не придет и он подумает что у нас все-таки p не считал я считал площадь и он перейдет сюда поэтому здесь нельзя писать просто иначе здесь нужно писать вот так иначе если ss не равно нулю ss больше 100 и оператор к сожалению пока так тоже более правильно повторим то же самое только здесь будет не p а ss я бы стал говорить очень хорошо могу писать но для обучения я стараюсь сильно не давать вот эти вот варианты где нету повторения давайте запустим проверим потом спокойно разберем хорошо а скажите а int и не надо было в начале как бы писать смотрите мы когда в начале писали это было хорошее решение но есть еще другое решение когда мы прям на лету создали видите int мы прям здесь его создали и в конце цикла вот здесь я напишу если в цикле вот тут цикле пишем int сейчас покажу int и видите после закрытия вот так фигурной скобки и переменная и уничтожается уничтожается то есть после вот этой скобочки она уничтожится и здесь опять его нужно создавать понимаете если там вот эта запись она уничтожает и а если мы здесь напишем она не уничтожится пока программа наша не закроется это очень такие мелкие детали я хуже немножко вношу в виде комментарий вот чтобы потом когда я повторил вы уже увидели что короче здесь у нас еще есть тупиковая ситуация есть одна тупиковая ситуация мы должны ее сейчас тоже решить перед этим я хочу убедиться что я тут где-то не напортачил я так же как и вы часто протачив когда пишу программу конечно внимательно все смотришь на лету когда придумываешь смотрите давайте решим какой вариант выбить сторону прямоугольника видите давайте я веду 40 и 10 еще 40 10 должно быть что-то произойти что-то ничего не произошло что-то не так вывел что-ли 40 умножить на 10 вроде 400 а не подождите это мы прямоугольник получается что у нас 90 100 вышло проверка у нас была больше 100 ровно 100 сделали поэтому не заработало давайте еще раз запустим у нас ровно 100 получилось давайте сделаем побольше 60 60 периметр когда он посчитал и десяточку идет так но неприятно что он на новую строку переходит каждый раз давайте я уберу вот эту штуку еще раз запущу так а потом поясним все еще раз давайте строчку сейчас сделаем и двоеточие надо убрать что я не убрал так давайте сделаем 50 и пятерочку периметр будет у нас чуть не понял а мы сюда попадаем елки не там убрал пробел двоеточие убираю здесь тоже убираю все вот тебе отладка да не там убрали так еще раз 50 5 ну вот смотрите 50 он какой выполнил они разные видите вот написано да если а иначе вот иначе то есть он посчитает периметр периметр у нас получается вот 50 плюс 50 5 плюс 5 сумме получается 110 и он на выводе смотрите тут написано если п больше 100 а давайте добавим все-таки п больше или равно 100 потому что мы хотели все-таки отставить все ведь он нам выбил от 100 до 110 то есть это и был наш периметр если кто-то захочет вывести периметр можно вот здесь вывести пока фигурные скобки не забудут все давайте так я еще одну маленькую фишку хотел добавить но нет смысла этого делать сейчас вопрос задайте что вам здесь кажется ну каким-то тяжелым странным и так далее все понятно просто переосмысливают ну да то есть вы поймите что если мне кто-то скинет вот эту программу вот эту вы думаете я вот так вот посмотрю и буду думать да все тут вот так вот ошибку найду я вот так буду смотреть и полдня тупить я серьезно говорю чужая программа всегда потемки а так когда ты комментарии читаешь вот здесь например да пишем вот так блок проверки там чего-то там да проверяем равны ли стороны да вот так равны ли стороны и зависимости от этого рассчитываем площадь или периметр правильно же вот проверяем вот это блок дальше что мы проверяем вот здесь следующий блок смотрите следующий блок мы что делаем проверяем что было вычислено площадь или периметр это что я пишу ёпара я в шоке площадь или периметр вычислено площадь или периметр да и превышает ли значение да значение стал там да вот мы проверяем видите если он посчитал периметр он не равен нулю и проверяем больше или равно 100 и выполняем сейчас мы напишем что и тут то же самое блок отвечает но есть еще одно куча вариантов которые мы если не описали например он посчитал периметр а периметр меньше 100 понимаете как то есть другие параметры у нас ничего не давайте сделаем так тут сделаем если вдруг вот выведем вот тут смотрите последнее что мы сделаем иначе то есть 7 миллионов вариантов которые могут быть и выведем как нам теперь вывести то что мы рассчитали иначе я фигурные скобки поставлю чтобы вам тоже было понятно да что это конструкция смотри какая вот это если это тело если иначе если это его тело вот это все но мы здесь не ставили фигурные скобки я поставлю все таки вот так пока мы операторы хорошо не выучим смотрите еще раз покажу вот так я сделаю а потом мы запись будем делать фигурные скобки будем открывать вот в конце вот это фигурное начало конец это вот этого если иначе если вот его начало конец иначе вот потом покажу как визуально можно правильно ставить скобки чтобы было удобно это самый старый способ который раньше был визуально понятно а здесь я сделаю вот так смотрите напишу если равно о извините не равно не равно нулю то я ввожу п пишу смело периметр равен тому вот смотрите вот пишу вот здесь мы расчет периметр ладно пишем вот так равен и здесь я ввожу периметр это если п не равно нулю есть у нас другой вариант иначе если смотрите пишу иначе если ss не равно нулю я пишу площадь здесь я пишу ss а теперь вопрос может ли у нас быть что не рассчитано ни то ни другое можем то есть смотрите у него нет он 0 0 такой человек пользователя мы программисты не стали проверять а вдруг он 0 или отрицательные числе что-то еще вот иначе иначе смотрите иначе мы ему говорим ты не прав и некорректные данные все мы сейчас с вами попробуем этот параметр выскочит или нет введены не корректные данные то есть получается у нас человек сделал так что у него п не равно нулю нет такой ситуации с не равно нулю нет такой ситуации вот эта ветка это когда s и п все-таки равны нулю понимаете все давайте проверим могу я какую-то ветку пропустил сейчас по нулям виду данные проверю что получится стороны 0 0 введены некорректные данные опять же я это дело в уме думал дуке где-то ветку пропустил а вдруг мы сюда не попадем тоже такие мысли возникают в общем эту программу можно тоже переварить я думаю будет но хорошо если вы переварите вот программа это знаете как ну если из пяти баллов по новичков где-то на 1 балл плане понимания этого дела но плане изучения операторов это хорошая программа так значит можно вырубить наша система эти операторы циклы фор мы будем постоянно с ними работать без них вообще нереально написать почти ни одной программы